Число пожаров увеличивается за счет приезжих дачников, сообщают сотрудники Люберецкого пожарного гарнизона. Начиная с апреля, количество взгораний в садоводческих товариществах и дачных домах достигает 30% от общего показателя. Кроме того, излюбленным местом отдыха шашлыками для горожан становятся городские парки. Где можно, а где нельзя разводить огонь, какие санкции грозят за нарушение правил безопасности, рассказывают полицейские. Мясо на углях, костеры, свежий воздух. Кажется, любовь ко всему этому в человеке заложена еще природой. Но ничего не поделаешь, на дворе 21 век. Огонь можно разводить только в строго отведенных местах, а нарушителям, увы, придется поплатиться. Давайте по порядку. Разводить огонь и жарить шашлыки категорически запрещено. Во дворах, придомовых территориях, а также парках и лесах. Этим всеми любимым делом можно заниматься только на отведенных специализированных площадках. Об этом говорит и закон, и желание многих жителей. Я считаю, что шашлыки надо жарить в строго определенных местах. Но у нас просто это не получается. Можешь, места не хватает. Люди, может быть, хотят, ведь едут и в лесах разводят костры. Бесполезно говорить что-то. Мне, например, не нравится, когда возле моего дома жарят шашлыки, пахнет дымом и разные запахи. Ну, а во-вторых, все сопровождается шумом обычно в конце шашлыков. Специальных мест для разведения огня в городском округе не так уж и много. Однако руководство парков и города старается идти навстречу горожанам, не имеющим возможности уехать за город. К примеру, в Наташинском парке в этом году для жарки мяса на углях создали специальную зону. Там установили мангалы, лавочки и столы. Вообще, правильное разведение и даже жарка шашлыка, если мы делаем на этом акцент, это как минимум 50 метров от жилого строения на несухой траве, чтобы была либо асфальтированная поверхность, как раз в специально отведенных местах такие поверхности существуют. Стоит помнить, что сам мангал должен быть установлен высоко от земли, на расстоянии не менее 30 сантиметров. С собой обязательно необходимо иметь огнетушитель или воду в больших количествах. За соблюдением этих правил в городском округе Люберцы в тёплый сезон неустанно будут следить. У нас создаются специализированные группы, куда входят не только сотрудники полиции, но и сотрудники МЧС и Роспотребнадзора. Мы проводим эти рейды на постоянной основе, тем более предпраздничные дни, и в праздники мы усиливаем контроль за этим. Но хотелось бы отметить, что мы ждём информации от граждан, которые увидят незаконно разведённый костёр или шашлыки. Так что вам, люберчане, стоит задуматься о том, что ваш с первого взгляда невинный шашлык может обернуться штрафом в 15 тысяч рублей на каждое физическое лицо или, того хуже, пожаром. Соблюдайте закон и правила пожарной безопасности.